Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Как говорится, в холиварах или в сетевых спорах я не участвую. Потому что, друзья мои, мне хотелось бы, чтобы некоторые вопросы освещались более взвешенно, принимались во внимание разные точки зрения, никто не спешил поставить крестик, что выполнена миссия, все оппоненты переубеждены. Это не так. Надо или не надо иллюстрировать классику, это очень старый спор. С одной стороны, классика сама по себе, абсолютно самодостаточна. Ей не нужно ничего, никаких дополнений, никаких иллюстраций. Это с одной стороны. А с другой стороны, книжная культура как таковая. Это такая полноводная река, которая несет в себе все лучшие достижения человеческой мысли и человеческого творчества, в том числе изобразительного, художественного. И когда, конечно, мы читаем средневековые манускрипты, тогда люди не задавались вопросами, надо или не надо иллюстрировать текст. Был отдельно вопрос канона, что делать со священным текстом, и как его можно иллюстрировать, если можно вообще. И был вопрос, как это сделать красивше, выражаясь не литературной, зато доходчиво. Вот именно так. И упражнялись как только могли. Вот понимаете, книга – это отдельный предмет культуры. И в ней иллюстрация зачастую играет, ну, не менее важную роль, чем сам текст, всем вдоль и поперек известный. И остается лишь решить сакраментальный вопрос. В каком именно издании данные тексты и данные, значит, любимые тобой вещи будут у тебя в руках, в постоянном пользовании, дома или там в рабочей библиотеке, не важно где. Но что тебе больше понравится? Вот такое подарочное издание, выполненное с большим изыском, тут у нас и тиснение на переплете, и тканевые переплеты, очень-очень хорошая бумага, и всевозможные, значит, украшения, лясы, и все на свете, да? Это издание Есенинских стихов. Как можно иллюстрировать лирику – это отдельный разговор. И только некоторые решаются это делать, и по пальцам руки можно, наверное, пересчитать успешные достижения в этой области. Я, конечно, имею в виду иллюстрации ко взрослой лирике, да? Потому что в детской лирике ее можно иллюстрировать, и нужно иллюстрировать. И все это занимаются, вся советская детская литература полна великолепными примерами работ. И что это именно о взрослой лирике Есенина. Ну ладно, поэма. А эта книга содержит основной корпус избранных стихотворений, очень хорошо составленной, на мой взгляд, включающей, ну, большую часть моих любимых вещей. А у меня очень традиционный вкус и познание в творчестве Есенина очень стандартное. Вот. А здесь же его и поэмы. И поэмы тоже, на мой взгляд, должны входить в такое избранное. Потому что Есенин не только лирик-песенник, он, извините меня, поэт эпический. Он поэт, действительно, создавший в крупном жанре великолепные вещи. Ну, кто не считал «Разина», кто не считал «Страну негодяев», ну, почитайте, да, это действительно великолепные вещи. Я уже не говорю о черном человеке. Как это иллюстрировать? Вот Сергей Любаев, когда взялся за этот проект, он, видимо, не очень долго размышлял, рука сама вела. Потому что огромное количество в этих иллюстрациях, а мало того, что огромный риск, это вообще браться за иллюстрирование классики. Почему я говорю «Риск», почему я говорю, значит, вот что-то еще? Ну, потому что обязательно будут негативные отклики. Ой, зачем? Ой, на что? Ой, так и... Ну, возьмите себе нормальное школьное издание, значит, Есенина, где нет никаких картинок, и успокойтесь. Это для тех, кто хочет что-то увидеть на странице. Для кого это является частью книжной культуры, цельной, неделимой, совершенно естественно развивавшейся столетиями. Вот я поэтому тут у нас чуть ли не от Гутенберга начал. Здесь еще и очень рискованная врезка иллюстрации в страницу, в макет. Потому что заставки, концовки, значит, шмуцтитула – это очень понятный жанр изобразительного искусства, да? Это то, что в книге является традиционными элементами. А вот так иллюстрация, когда она совмещается с поэтическим текстом на одной странице, когда она иллюстрирует вплоть до конкретной строфы, значит, или конкретной строчке какой-то элемент, когда она, даже будучи концовкой, да, завершающейся стихотворение, она не вынесена в регулярный элемент книги. Регулярный, то есть, например, ну, каждый цикл стихотворения начинается с небольшой виньетки, да, и заканчивается концовкой, да. Вот. Это понятно, да, это структура. Ну, структура, образующие элементы, к ним привлекаешь, их не замечаешь. Именно поэтому мы, вот так глаз замыливается, мы просто не видим красоту многих изданий, которые очень тонко и изящно решили этот вопрос, да. Здесь это не структурный элемент, это другое. Это вольная фантазия и, значит, произвол художника, который решил именно так это дело расположить. И вы знаете, получилось. Ну, во-первых, я сильно люблю Любаева. Кто недооценивает его иллюстрации, кому это не нравится, вам просто нужен другой стиль, вам нужна другая рука, другой мастер. Ну, не смотрите это видео, зачем травить душу. Обратитесь к тем иллюстраторам, которые вам ближе. А кто любит Любаева, так вы оцените, как мастерски он подошел к задаче. Во-первых, конечно, его иллюстрации полны лирики. Лирикой я называю и несюжетность, я называю и упоение от детали, восхищение, значит, изобразительной силой однородной среды. То есть это снег, это ветер, это летнее разнотравье, это несколько штрихов тонкого ковыля, который, значит, под этим ветром волнуется, да, как бы перед нами. Это силойт журавлей, да, или лебедей, который просто пролетает на полях страницы, на секунду, словно сейчас мелькнет и улетит за границу обреза книги, улетит совершенно куда-то туда, в лирическое пространство стихотворения. Это купа деревьев под ветром, да. В иллюстрации сюжетного прозаического произведения такие вещи могут не только не сыграть на руку художнику, а наоборот привести к краху, потому что читатель наивный ребёнок или читатель, наоборот, сильно, скажем так, подготовленный, которому хочется чего-то и такого увидеть, значит, характера, например, героев понять по их лицам, там что-то такое, да, уже тонкости, он будет очень разочаровываться. Нельзя увлекаться пейзажностью в сюжетной вещи, да. Для лирики это, наоборот, крайняя необходимость, как выяснилось, да. Любаев, вот эти вот цветовые пятна, вот эти вот среды, это у нас есть и дородные. Ну, как посмотрите, какой здесь Есенин мальчик. Он совсем мальчик, он здесь совсем наивный. Это не потому, что он на тот момент был мальчиком. Извините, это был хорошо потасканный молодой человек, который очень, значит, крепко уже жизнью был обучен всему, чему надо. Но он открылся душой. Он, понимаете, он не просто помолодел, как молодеет любой мужчина, когда приходит большая страсть. Он по-настоящему почувствовал себя тем самым добрым, чистым, наивным мальчиком. Как чувствует себя любой настоящий мужчина, когда приходит любовь всей его жизни. Я не говорю, что Дункан был любовью всей его жизни. И здесь на самом деле не Дункан, потому что здесь у нас стихотворение, предшествующее этому развороту, это стихотворение другое, да. Это стихотворение не то. Пой же, пой на проклятой гитаре, это совсем не то, мягко говоря. Но в этом страстном танце невозможно не узнать. Один из главных любовных сюжетов в жизни поэта. И для художника это важно, конечно, показать вот этот есенинский взгляд. Он и лукавый, он совершенно не пошлый, и он совершенно потрясающий, потому что это снова ребенок смотрит на вот эту вот танцовщицу. А на другой иллюстрации вы можете, допустим, увидеть деревенский такой дом, полумещанский быт, какие-то занавесочки, иконы в иглу, и алоэ цветет на подоконнике в горшке. Это такое родное, милое, знакомое нам до боли алоэ, которое растет, если не у вас дома на подоконнике, то в библиотеке, в каком-нибудь учреждении, где вы были. Оно притягивает вот эту вот крестьянскую избу, бесконечно далекую от современного городского читателя стихов Есенина, притягивает к нам как магнитом. Или, допустим, вы вдруг открываете книгу вот с этими прекрасными портретами, с этими вот тонкими миниатюрами, о которых я уже говорил, которые работают как цветовое пятно, собирая смысл и внимание читателя на какой-то отдельной строке или строфе. Вы открываете разворот, видите Нью-Йорк, да, надпись Кэму, и индейцы в полном индейском оперении, облачении, значит, национальном костюме. Что за... Мгновенно вспоминаешь, что да, Есенин гастролировал по Америке. Это была длительная, очень насыщенная впечатлением и очень серьезная поездка. Без этой страницы мы бы не имели многих поздних стихотворений Есенина. Потому что, с одной стороны, это еще один этап разочарования в общем взгляде на человеческое общество, а с другой стороны, это было понимание того, что от себя не убежишь. И убежал он довольно далеко, аж по ту сторону океана, да. То есть, это, конечно, очень важная иллюстрация. Хотя формально ее можно было в этой книге и не делать. Вот Любаев выбирает интересные сюжеты, выбирает интересные моменты, но самое главное, еще раз говорю, он работает на подсознательном, на более глубоком слое восприятия текста. Так делает только большой мастер. И, конечно, художник, который рисовал бы подряд, да, вот он сделал бы по-другому. Так что я думаю, что, конечно, эта книга, это подарочное издание с великолепным вкусом, исполненными иллюстрациями. Я думаю, что поэзия Елисенина, это и открывает еще один смысл, еще одну жизнь придает, еще одну возможность обратиться к хорошо знакомым поэтическим текстам. И, в принципе, уж если браться за иллюстрирование классики, уж если делать его, то делать как в этом издании, делать как это делает Любаев, смело, поперек правил, да, вот так, я уже показывал вам образец макеты, да, вот так, чтобы это было совершенно потрясающе, ну, скажем так, вне всяких установлений рамок. Читайте, наслаждайтесь, очень люблю Сергея Есенина, очень люблю Любаева, очень рад тому, что вышло такое издание, потому что это действительно пример потрясающей работы. Спасибо за внимание.